внимание сегодня в ремонте не ликвидчик аэрокул в x500 наш любимый аэрокул кул 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 да есть 12 вольт блин мистика реально мистика надо реально подумать такого быть не может привет уважаемые друзья вы на канале домовой ну что сегодня опять ремонтируем блок питания аэрокул я вообще не знаю кто нибудь снимает столько видосов по аэрокулам по ремонтам вообще что-нибудь про такую дичь как домовой наверное мой контент самый эксклюзивный направленный на продвижение продукции аэрокул да нет просто было закуплено много блоков питания вот этой фирмы и ну что по чуть-чуть ремонтирую показываю какие бывают дефекты ну что у нас очередной блок питания его вскрывали несмотря на то что он из числа не ликвида у меня большинство блоков питания которые не ликвидные они все практически были на пломбе этот блок питания не был на пломбе не помню кто его вскрывал или не скрывал вот я уже не знаю давно у меня валяется как бы не года полтора вот и думаю тут чуть скучненько надо снова аэрокульчик достать так скажем поднять настроение ну конечно же давайте проверим его для этого мы возьмем вот такой универсальный тестер блоков питания купить можно в китае ссылочка в описании до распространенный такой тестер в принципе своих наверное денег он стоит но кто не хочет тратить деньги может собрать свой тестер давайте неудобно вот с этой колодкой полностью так все мы его подключили давайте подадим питание и так смотрим то есть блок питания у нас работ вентилятор у нас не работает вот но блок питания сам работает смотрите 12 вольт в норме pg в норме в 5 vsb дежурка в норме 5 вольтовая линия в норме и 33 в норме ну тут как бы блок рабочий все окей но не работает вентилятор давайте разбираться что же с ним не так и почему он не вращается кто не хочет покупать вот такой тестер можно проверить и моим универсальным тестером блоков питания но тут pg он не показывает видим все индикаторы зажглись power good зажегся все работает но вентилятор не хочет работать может его заклинило да вроде он там двигается так вентилятор попробую толкнуть нет вентилятор легко вращается но он нифига не работает значит проблема вентиляторе может быть сгорел вентилятор но так как блок новый маловероятно что сгорел вентилятор но всяко в жизни бывает давайте разбираться в чем причина так значит я раскрутил все и смотрим видим вентилятор да здесь присутствует какая-то не знаю паутина но вот на лопастях прям чтобы вот сидела пыль и вот здесь вот пыли вот прям такой знаете когда работает блок питания у него формируется хороший такой налет пыли валенок прям но здесь вообще ничего нету лопасти идеально чистые но то что вот это паутина это уже другая пыль и и нельзя рассматривать как рабочую пыль но вентилятор вращается отлично то есть проблем с вентилятором нет давайте же сделаем так пока блок питания сторонку отложим и проверим а работает ли вентилятор для этого мы подаем питание вот с лабораторничка я подаю своего самодельного а также есть у меня и нормально лабораторничек но просто мне до него дотягиваться день вот поэтому я пользуюсь своим так что тут двинулся он до или питание он пытается стартануть и нифига а может быть ток надо увеличить я салабон да то есть вентилятор работает это я кривые мозги выставил ток отсечки маленький то есть окей в проблем с вентилятором мы не видим кстати на 3 ватта давайте же попробуем запустить его и посмотреть сколько же реально потребляет он до показывает 335 3 3 с половиной вата не 3 вата вот раскочегарился он 33 вата ну норм чё то есть китайцы не наврали так все здесь у нас все рабочие значит едем дальше значит у нас причиной здесь так значит давайте тогда проверим на этой клемме если питание запускаем блок что-то мигнул 12 вольтовая линия и у нас чуть мигает 12 вольтовая линия чё за мистика по хрень какая у нас 12 вольт присутствует что за фигня почему тогда не работает вентилятор 12 вольт и было вот сейчас пропало еще раз запускаем есть 12 вольт а вентилятор не работает давайте же попробуем еще раз подсоединить его что за мистика что за нафиг такого я никогда еще не видел нет не вращается чё за фигня не понял так 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 чуть я даже сразу и не въеду как такое может быть вентилятора 12 вольт работает от колодки от этой не работает хотя 12 вольт присутствует я вообще блин в шоке разве такое может быть вот эта задачка что-то домовой даже как бы он не верит да есть 12 вольт блин мистика реально мистика как такой может быть вообще непонятно чё за бред так ладно надо подумать надо реально подумать такого быть не может другой вентилятор подсунут так вот этот рабочий значит я вскрыл блок питания но прям вот чтобы здесь кто-то ковырялся я принципе такого вот ничего не замечаю но как бы место где коннектор какой-то странное так сейчас попробую сфокусироваться вот место под коннектор вот он и он как-то то ли плохо пропаян то ли как какая-то сопля на нем как какое-то странное здесь это самое то ли его меняли непонятно но он не болтается вроде как бы пропаянно но странная как будто его паяли может его уже потом дорабатывали допаивали фиг знает знаете бывают блоки питания на все как бы по заводу сделано но некоторые элементы допаивают ну какие-то косяки убирают и вот тут такое ощущение что как будто его паяли вот так я приблизил вроде бы видно нормально то есть какая-то мне кажется пайка что ли было но она какая-то вообще прям отвратительная пайка что тут уж делали непонятно но почему-то на коннектор приходит 12 вольт а вентилятор не вращается это прям я вообще не понимаю как может быть такое парни я бы никогда не поверил если кто-нибудь не сказал что такое может быть а она может быть смотрите запускаю блок питания замеряем напряжение видим до 12 вольт или не видно ни хрена давайте вот так положим вот так будет видно вот видите да подали 12 половиной вольт я прям включаю не выключая блок питания подключаю блок крутался и и выключился и нихрена не работает замеряем напряжение нет напряжения как вам такое а блок питания работает я не верю в такую мистику я не верю в такую мистику у меня истерика блок этот вентилятор город крутался и все и не работает сухой не знаю я впервые с таким сталкиваюсь ну что я предлагаю не знаю в разъем не знаю а пропаять разъем для начала а дальше потом разбираться чего уж там не так но это реально мистика реальном мистика 12 вольт без вентилятора есть подключая вентилятор 12 вольт куда-то пропадает вентилятор перестает крутиться какая-то хрень ладно давайте попробуем вот этот разъем хорошенечко пропаять и возможно тут у просто плохой контакт смазанный вот такое может быть ну блин уж туда бы не было контакта вообще бы ну так нагрелся так эх спаял вот мне кажется норм есть давайте попробуем теперь подключить и посмотреть счет прям я не знаю такая мистика и я конечно еще не сталкивался ладно попробуем подключить но нет вентилятор долг кстати сейчас почему там 12 вольт по моему там должно быть вольт 10 потому что радиатор то холодный и он должен медленно вращаться по идее но как на самом деле будет почему там 12 вольт мне непонятно давайте запустим да я вращается мне кажется на сто процентов а должен вращаться медленно вот надо посмотреть может быть проблема в регулировке подаются максимальное напряжение насколько мне известно должно быть транзистор вроде холодный насколько мне известно должно быть напряжение около там 10 вольт когда холодный блок питания но он холодный то есть вот терморезистор стоит и должно быть напряжение ниже чем 10 вольт вот так вот я сейчас замеряю вот холодный блок питания и замеряем напряжение сколько сейчас на нет 6 вольт 6 вольт в норм то есть 6 вольт сейчас так и должно так хорошо кей норм а если мы начинаем нагревать наш терморезистор вот все окей если мы начинаем терморезистор нагревать он должен увеличивать вот я грею терморезистор а он ни хрена не увеличивает ток то есть на этот самый обороты нас вот ни фига а он должен уже крутить ай горяченький вот походу тут еще и проблема может быть коннектор этот паяли для чего из-за того что проблема то была не с коннектором его чуть паяли в озюкали а муж проблема была с регулятором оборотов вот в чем наверное проблема здесь была я так подразумеваю и вот не работает вентилятор кстати у меня что-то подобное было но я не снимал видосов был каскад пробит или транзистор пробит может быть тут ситуация что-то подобное так регулировка здесь у нас основана вот он вентилятор вот он транзистор стабилитрон и тут небольшая вязка из резисторов все вот так вот реализовано ну и терморезистор где то там вот вот тут где то там горячий чего в холодной части где тут запаян вот и все то есть ничего тут такого крутого нет давайте проверим стабилитрон на целостность транзистор и будет я думаю все понятно больше тут ломаться в принципе нечему до раку кстати могут загадать загадки такие непонятные очень много всяких интересных дефектов поэтому смотрите мой канал и будете знать так стабилитрон значит прозваниваем так мне не нравится показания стабилитрона ибо здесь должно быть около 700 милливольт нет нифига то есть в каком положении не звони слишком низкое падение так вот он транзистор вот он наш транзюк вот он наш транзюк давайте мы его прозвоним хотя бы просто на короткое нам тут где-то у него база по моему крайне должна быть так ну пусть 600 милливольт ну в принципе принципе нормально наверно но почему он звонится в разные эти а вот здесь звонится блин все равно как-то странно ножки вот эти две странно давайте транзистор выпоем и тогда мы получим доступ к этому стабилитрону то есть вопрос непонятно кто виноват в низком сопротивлении стабилитрон или транзистор но мне подсказывает что быстрее всего выйти может транзисторы из строя нежели стабилитрон хотя стабилитрон тоже такой элемент так есть транзистор давайте мы его оценим d667 давайте мы его оценим на моем тестере классная штука рекомендую удобно проверять транзисторы и смотрим нет что-то неправильно давайте мы его немножко поменяем вот так местами что там какую-то херню показывает не но это и может из-за плохого контакта показывать конечно такое может быть нет так он ничего не видит вообще ну по всей видимости транзистор действительно йог нет он вид какой-то диод только странное поведение странная ладно пока мы его отложим ну по крайней мере прибор нам подсказывать что чувак чё ты делал тут нет неладное давайте диод проверим мой стабилитрон стабилитрон мне не нравится стабилитрон мне не нравится 009 это слишком мне кажется низкая параллельно нему ничего вроде бы нету так давайте прозвоним все-таки транзистор блин непонятно себя ведет где у него база тогда вот так ну вот он звонится одна сторона второй такое ощущение что он пробита в одну сторону поэтому он и не звонится блин ну хз хз мне кажется он просто неисправен также и тестер нам показывает так он еще и другой есть тестер в помощь ну неужели моросит тестер и мультиметром я не могу прозвонить ну блин явно что он не неправильный ну-ка что этот покажет тестер ну да вот мы видели один как раз диод и а второй диод не показывал ну вот нерабочий нерабочий транзистор транзистор нерабочий ну еще под вопросом данный стабилитрон а стабилитрон этот вот он наш стабилитрон w и а написано то есть ва уа уа что за маркировка непонятная попробую найти в интернете может что-нибудь узнаю или в принципе его выпаять попробовать и на моем вот этом тестере проверить кстати как вариант но его по моему надо будет выпаять внутри так нар не стоит прозванивать так ну что давайте мы его извлечем может быть правда его тоже унесло ветром в поле так мы вот так припаяем чтобы было удобно подкинуть щупы и замерить его вот почему я рекомендую этот тестер смотрите вот у нас стабилитрон значит катод это черточка у него здесь у нас катод то есть минусом надо прикасаться вот анод анод это вот где нет черточки и подключаемся тут согласно вот тоже видите маркировки подключаемся и проверяем стабилитрон мы видим 637 пробой его то есть на 6,5 вольта он то есть он рабочий кстати в выпаянном положении можно его также ну косвенно проверить через диодную прозвонку он должен показывать около там 600 700 вот видите 770 вот у стабилитронов около 700 700 750 там 760 то есть этот диод этот стабилитрон целый а вот у нас получается только убит вот этот транзюк поэтому возвращаем обратно этот элемент и ищем транзистор короче подобный транзистор ну он примерно такой же маркировка чуть другая но самая главная маркировка это ток его он по-моему что-то порядка одного ампера транзистор и самое главное это распиновка его больше от него ничего не требуется то есть npn и цоколевка чтобы соответствовал чтобы нам не выеживаться вот поэтому я его выпал с бушного у меня есть подобные транзисторы на 1 ампер но их придется выворачивать ноги цоколевка немножко другая вот поэтому я его запаяю бушный не буду ломать голову и возвращаю элемент обратно этот все элементы я запаял стабилитрон вернул а новый диод запаял старый транзистор у нас вот он он нам не нужен ну что то как вам качество моей пайки на 5 с плюсом оценить пожалуйста ее дайте комментарий в поддержку так ну что давайте проверим как себя вести будет вентилятор при вообще включении и когда будут максимальные обороты ну что давайте проведем тест как себя вести будет блок питания после замены транзистора пропайки колодки и тому подобное так щупы согласно полярности засовываем и будем смотреть как себя ведет блок питания аэрокул vx 500 так так положим да так видно отлично запускаем так дежурка есть подаем питание и мы видим поднимается чуть напряжение но останавливается на 6 вольтах давайте же я сейчас подогрею так все работает все стабильно давайте теперь я подогрею паяльником наш терморезистор реакции нет нет реакции так походу я-то транзистор неправильной стороной впаял вот это я кретинизм вот что значит работать в холодной части сразу страха нет можно делать ошибки но нет на самом деле лучше не делать ошибок с первого раза все нормально запаивать чтобы не было проблем поэтому будьте внимательны чтобы потом искать проблемы нафиг они вам нужны будьте аккуратнее внимательнее будет у вас успех так ну что давайте же проверим как работает теперь у нас полностью система вентиляции подаем питание дежурка загорелась запускаем блок питания так есть 6 вольт подается вентилятор работает и давайте же нагреем теперь терморезистор и посмотрим будут увеличиваться обороты или нет видим рост напряжения и вентилятор уже 12 вольт и он шуметь начинает вот так работает терморегуляция так работает терморегулятор этот смотрите убрал паяльник и все начал падать напряжение потому что терморезистор начинает остывать прям замечательно работает вот такой вот получился интересный и простое видео и казалось бы блин а в чем причина я сначала честно говоря ну в шоке был вроде 12 вольт подается вроде вентилятор должен работать подключаем вентилятор вентилятор не работает мистика реально мистика оказывается проблема была в коннекторе и проблема была что ну он не поднимает оборотов что транзистор у нас не рабочий вот такого значит ремонтец ставь лайк подписка и комментарии обязательно шлепни я знаю что тебе нравится мой канал обязательно поделись с другом поделись с женой конечно же с подругой пусть тоже поставить лайк с домовому вот на этом у меня все подписывайтесь на меня в яндекс.зен youtube youtube а также обязательно заходи на страничку вконтакте там я оставляю всякие там интересные фотки всякую дичь вот поэтому оставайся с нами у нас будут самые классные ремонты да я понимаю что это дичь я за я понимаю что их ремонтировать не стоит ну это классная ремонтопригодная уголь вот поэтому оставайся с нами и все будет у тебя тип топ научишься всему особенно ремонтом блоков питания ну про мониторы я вообще молчу там будешь просто асом на этом у меня все всем крепкого здоровья и удачи до новых встреч пока пока чао на канале домовой а так то а так Продолжение следует...